МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе былого концентрационного лагеря Азар, в шесть на годы 73-й годовины его вызволения, прошел митинг Реквия. Азарас об этом и иншим больше подробно. Сегодня надзвучайный полномодственный посол Израиля в Республике Беларусь Алон Шогам в первую очередь после назначения на посаду прибыл в Гомель. В планах дипломата наведать предприемства и объекты социальной инфраструктуры. Первый пункт в программе визита – городский национальный науково-педагогичный комплекс «Атиква». Гэта адзиная установа у нашей краине, у якой вывучают не только традиционные предметы, а лея шеяурейскую литературу и иурыт. Трыдошкольная группа и чатыры классы початковой школы наведывают амаль 170 дятей. Посол Израиля ознайомился с навучальным и выхаваучим процессом и дал высокую отзнаку работе коллективу. После встречи с господином послом мы надеемся на сотрудничество с Министерством просвещения Израиля, которое поможет нам в методической литературе по ивриту, по еврейской литературе, предоставит нам прописи и так далее. Дарэч, наш регион стал первым, який наведал дипломат. Он выказал думку об тем, что экономики Израиля и Беларуси взаимодополняльная и потенциал супрацовництва треба заденничать больше активно. Вещи, которые есть в Израиле, нет здесь. Есть вещи, которые здесь, нет в Израиле. У нас, например, как многие знают, нет ни леса, ни воды. Здесь мало. И вещи, которые здесь мы видим и находим, они очень нас интересуют. Мы стремимся, конечно, знакомиться немножко с региональной экономией, бизнесы, которые здесь находятся уже, или бизнесы, которые могут сюда попасть. Это первое. Второе – это с самой общиной, с еврейской общиной немножко ознакомиться. Директор предприемства, работник культуры, навуковца, старшиня районного совета депутатов. У Минску назвали имены пероможцов 9-го республиканского конкурса «Жаншина года». Причин для церемонии у знагороджения организаторы обрали место, якое уже свою назву и повинно было подкреслить. Беларусские жаншины – самое лепшее. Олег Сентюров, протягни. Минск, проспект Пероможца, у гостиницы «Виктория». Иншого места, как повиншевать лепших жаншин Беларуси, напоенно изнастей нелега. От Гомельской области, до речи, у знагороды сегодня дотребали 6 представниц. Одного дня для веншевания жаншин явно недостатково. В оселекем выпадку в Беларусском союзе жаншин только в 8-м саковика вы решили не обмежевываться. И у другой половины месяца подвели выники 9-го республиканского конкурса «Лепших представниц Краины». У каждой номинации по некой пероможцам от усих областей и города Минска диплом за одедерство и поспеховое керование отремливает старшиня Будокошалевского районного совета депутатов, старшиня районного клуба деловых жаншин Алена Алексина, сирот лепших у номинации за развитие вёстки, директор Туровского молочного завода Вольга Луцко. Предприемство, якое узначалевает жаншина, не просто демонструя выники, а по яких иншай керуньки мужчины только марать, у пероможц, стоящих апая часу и на семью. Семья и работа, и всё нужно успеть. На заводе позаботиться о своих сотрудниках дома, о муже, о своих детках. Поэтому женщине ничего не сложно. Мы изначально, наверное, рождены с большим запасом прочности, чтобы поддержать мужчину. Лепшая у номинации за уклад в развитие духовности и культуры керавник камерного хора в Гомельской областной филармонии Алена Соколова и ее коллектив лаврат больше 10 международных конкурсов. Сирот заслуг директора Гомельского городского социально-педагогического центра Натальи Мазининой допомога семьям, а так само проведение первого конкурса мужчин, которые выховывают детей. Распросовки загадчика кафедры Гомельского державного медицинского университета профессора Тамары Шершаковой и ее учню не просто добровядомые сирот специалистов, яны широко выкористовываются на практице. В настоящее время выполняется очень интересная работа по созданию такой модели организации медицинской помощи пациентам при инсультах. Это очень хорошая форма, потому что сегодня эта проблема очень остра в нашем обществе. Одинная переможца девятого республиканского конкурса Жанчина года, якая не вышла на сцену, серебряный прозер по вольной борозьбе олимпийских гульни урио-де-Жанейро Мария Мамашук. Зараз она находится на сборах. Диплом отримала ее мать Валентина Цупранова. Кажется, что вельми гонорится дочкой и споделится на золото на наступной олимпиаде. Займаться борозьбой Мария выросла еще в шестом классе. Нельзя сказать, что тогда батьки вельми узрадовались о таком урошении, а ей перескажать не стали. Это все-таки больше к мальчикам относится этот спорт. Но так как она... Я смирилась с тем, что если она выбрала этот вид спорта, то пускай так и будет. Если понравится, значит понравится, значит останется. Если не понравится, значит уйдет. Но все-таки она пошла дальше, дальше и дальше. И вот теперь мы гордимся этой девочкой, которая в Рио выиграла эту серебряную медаль. Подчас подведения военников конкурса керовники Белорусского союза жанчин подкресливают деятельность организации на керованной перш за все на умыцовании семьи, выховании детей и копот об мужчинах. Правда, мужчины повинны быть ими не только по пашпорте, тогда и жанчины продемонструют все свои лепшие якости. Какие замечательные у нас женщины. Они успевают и дома, и на работе. Они настолько терпеливы, настолько любящие и настолько творческие, что никогда не хватит тех слов, чтобы выразить им свое восхищение. Не только со стороны мужчин, детей, взрослых, но и со стороны самих женщин. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, Телерадо-компания «Гомель» в Кузьминском. В Азарычах прошел митинг «Реквием». Его просвятили память загинувших вязням и тех, кто сдолил выжить. В основе 44-го года в этих мястинах фашисты утрымливали каля 50 тысяч мирных жихаров. Наш корреспондент Наталья Игнатенко стала светкой памятных подей. Дорогой смерти пройшел и гомельчанин Миколай Мишохин. Ему было всего два с половой годы. Кали поданоси полицая, некольки семьи у его родных, трапили закраты лагера смерти. С 13 детей отсюда муцелели шастера. Ну, было у нас 11 взрослых, то есть дедушка с бабушкой, шесть невесток дедовых сыновей и моя мать. У нас было 13 внуков. Всех. Когда мужчины ушли на немецкие работы, то мать с бабушкой разожгли костер, чтобы нас, детей, согреть. Немец пришел и расстрелял и бабушку, и мать. У створения Азарыча удельничал генералитет вермахта. Гитлер особист затвердил план, распрацованный немецкими медиками. У 44-м советская армия наступала, и по задумке нацистов хворые повинны были стать живым счетом. По сутности у Азарыча хупершыню гистории была выкарыстана бактериальная сброя. Об этом со связьми на вачах рассказывают удельники жалобного митингу. И он проходит на месце, якое стало братской могилой для тысяч мирных жихаров из некольких районов Беларуссии России. На жалобный митинг памяти приехали былые вязни лагера смерти из разных городов Беларуссии и России. Гэтые люди выжили цудом и сами девы даются. Як такое было махчыма. Азарычы вызвалили 19-го соковика, 1944-го. И гэтый день былые вязни лишать своим другим в нем нараджэнне. Мир таки крохки, давайте я гось берагать. Закликая старейшее покаленье, молодь отказывая, зробим усе, каб захавать мирное небо. Благодарим покаленье всех, кто сражался с врагом, что мы сегодня живем, учимся в прекрасных школах, имея все социальное благо жизни. И в знак памяти и благодарности мы будем делать все возможное, чтобы подобного в нашей республике не было. У той час, коли у разных концах света гучать заклики, переписать историю, митинг-реквием на месте концентрации на галахера у Азарычах мая символичный сенс. У память про загинувших усех, кто выходил до микрофону, закликали до згоды и толерантности. Наталья Игнатенко, Александр Харлампоу, Калинковицкий район. Протягиваем выпуск 100 годов на обороне правопарадку. Сегодня у спецвыпуску ток-шоу «Головная тема». Гости и эксперты вспомнят вехи, истории милиции региона, прозважают про имидж супрацовника милиции, расскажут об основных на прамках работы правооховников. Глядите программу сегодня у 19.20 на Беларусь 4. Это иные новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.civergomil.by. На этом выпуск завершен, и у студии працевал Александр Гамуля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.